приветствую всех мастеровых на своем канале сегодня пойдет речь о сверлах компании ирвин серии blue groove значит вот в этой коробочке у меня представлена серия 6x спиральные сверла но вначале мы поговорим о вот этом наборе состоящем из 17 перьевых сверл серии 4x ирвин позиционирует их как высокоскоростные сверла которые в четыре раза быстрее проходит отверстие просверлил точнее отверстие в отличие от классических правда не указывается что подразумевается под классическими сверлами если возьмем обычное китайское сверло которое вот у себя там нашел ящики значит разница заключается в чем по инженерным решением значит это другой угол заточки 17 градусов который позволяет делать отверстие чисто внутри проходить хотя лично субъективно по своим ощущениям я не заметил там особую разницу по частоте что касается скорости да ну гораздо активнее вгрызается и гораздо легче выкидывает стружку благодаря вот эту вот параболической канавки удлиненной вот то есть не знаю как четыре раза но в два раза точно быстрее проходит это сверло плюс на выходе она не настолько коробит материал то есть щепа на выходе не такая сильная как у китайца что касается остальных технических решений ну в общем то тут возможно потолще немного на миллиметра полтора сам хвостовик то есть он все равно в любом случае переходит вот такой шестигранник под одну четвертую дюйма что удобно для использования с какими-нибудь и мощными гайковертами шуруповертами вот единственная проблема этих сверел это их качество то есть известно что ирвин он сам не является производителем производства него находится ли в тайване либо в китае различные инструменты вот и по 100 люди которые он использует я не совсем в общем-то доволен качеством стали начнем к примеру с этого сверла но здесь моя была ошибка на завел под чуть-чуть другим углом сверлышка во время работы вот результат то есть чуть себе не вывернул кисть муфта не отработала к сожалению на дрели сверло погнулась ну это еще и так страшно вот в общем то сверла неплохие по качеству по стоимости не знаю как у нас я не встречал этого набора есть продаются вот таких пластиковых коробках наборчики вот стоит я тоже не знаю сколько просто не интересовал именно этот набор я взял по скидке на ebay что-то в районе 2 700 2 тысяч 700 рублей до с пересыл вместе с доставкой вот сверла в общем то как я уже сказал неплохие но нужно очень внимательно относиться самому процессу сверления потому что чуть-чуть не то должны на низких оборотах с мощной дрелью может выкрутить либо обломиться так попереваем закончили сейчас будет интересна тема про сверла спиральной первое первое что я могу хочу отметить точнее эта коробка дешманская такая у меня несколько таких коробок есть под разные там расходники то есть подбиты под сверла и всех у них одна проблема в них отламываются вот эти вот дужки при помощи которых собственно она и крепится друг другу эти две половинки что касается зимней эксплуатации особенно то есть на морозе там минус 8 минус 5 весит пластик дубеет и и со временем без исключения все вот эти вот коробки меня по отламывались на две половинки разъединились то есть чуть придется тут наверно химич потому что я не знаю куда все это перекладывать после раньше раньше предыдущая серия спидбор поставлялась вот в таком же нейлоновом чехольчике то есть эти сверла шли в нейлоновом чехле и я считаю что это был бы вообще оптимальным решением потому что ну как то вот совсем никудышная коробка попался так ну коробка-то боксе здесь представлены 6 размеров вот 16 до 32 миллиметров сверла очень хорошие и они реально очень быстро забуриваются с той же классической спиралью левиса конструктивно они представляют из себя некий симбиоз перьевого сверла со спиральным то есть взяли три витка закрутили в спираль получилось в общем-то неплохое инженерное решение что-то похожее делает компания мелоки правда вы их сверлах по моему два витка забуриваются они очень быстро очень шустро за счет вот это вот винтового наконечника то есть вытянуть сверло вручную практически невозможно если вы прошли половину полотна вот приходится включать реверс и вот у меня на реверсе как раз произошел облом вот это вот сверла на 32 миллиметра то есть я включил реверс бог сверло обломилась связано это скорее всего с тем что все уже не могу хвостовик что здесь у нас идет переход то есть самое слабое место сверла переход от толстого наконечника к тонкому я считаю это решение наверное немного не продуманным с инженерной точки зрения потому что у такого диаметра сверла вы на какие-то слабенькие шуповерты не поставить он просто не прокрутит в древесине такое сверло вот а если использовать хорошую дрель с высоким крутящим моментом то уже не выдержит хвостовик потому что это не первый раз когда я вижу обломанные сверла такие вот обломыш именно в этом месте кто-то их заваривает там аргоном ну в данном случае аргоновой сварки не было поэтому пока пришлось положить его так можно использовать конечно зажимая за вот этот вот остаток стержень но уже сокращается глубина прохода глубина кстати сверло длина точнее 16 половины по моему сантиметров до 16 половиной что хотел сказать а предыдущая серия серия спидбор включала себя сверло длиной 40 сантиметров где хвостовик шоу вот такой лучшей толщины то есть там наверно где-то три восьмых воде зачем они придумали вот это вот мне непонятно повторюсь еще раз то есть для использования в каких-то мощных шуповертах или дрелях аккумулятор на будь то аккумуляторном либо сетевую не выдержит конкретно вот это вот конструкция высокого крутящего момента плюс пример в моей дрели на которые делал обзор до этого ранее там на губки зажимные патроном нужно очень аккуратно совмещать со шлицами вот это вот шестигранник потому что чуть-чуть завел вот сюда где идет наплыв металлический и сверло начинает очень сильно колбаситься в патроне то есть вибрирует и зажимать нужно очень внимательно до вот это вот до границы этого наплыва дисбаланс возникает моментально на оборотах вы это резко щитить и то есть возрастет вибрация возрастут нагрузки само сверло и как следствие будет очередной облом значит по обломанному сверлу стоимость его у нас в россии чуть около 550 рублей в общем то можно конечно сказать что это оснастка то есть ничего страшного но не хотелось постоянно встречаться с такими проблемами на этом все поздравляю всех с наступающим новым годом увидимся в следующем новом году будет очень много интересных обзоров как по инструменту таки по машине подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и пока